Весь прошлый год в столице Чувашии активно строили детские сады. А на очередном градостроительном совете речь шла о школах. Строили, строили и, наконец, построили. Около года назад в микрорайоне на Голодково сдали детский сад. Теперь очередь за школой. Прошлым летом Управление архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар объявило аукцион на разработку проекта. Накануне на градостроительном совете рассмотрели проект, представленный фирмой-победителем. Задачу перед проектировщиками поставили амбициозную. Это должна быть большая школа на 1100 учащихся со всеми условиями для занятия спортом и возможностью обучения детей с ограниченными возможностями. В физкультурно-оздоровительном блоке у нас имеется два спортивных зала. Это 18 на 30 и 12 на 24. Имеется также бассейн. Размеры бассейна у нас 25 на 10 метров. Наполняемость классов 25 человек. Режим работы школы односменной с продленкой. Проект молодые архитекторы фирмы представляли, ссылаясь на действующие строительные нормы. Однако у Аксакалов отрасли он вызвал немало вопросов. От расположения корпусов и парковок для автомобилей до путей эвакуации учащихся. Сегодня уже факт. Большинство родителей детей привозят на автомобилях. Где будет это парковаться масса машин на 1100 школьников? К сожалению, это вопрос территории. К территории вообще много вопросов. Во-первых, для такого масштабного сооружения выделенный участок земли по улице строителей между жилыми домами и оврагом Лакреевского леса, мягко говоря, маловат, отметили собравшиеся. С этим вопросом специалисты будут, вероятно, обращаться к руководству города. Очень сложное место и по рельефу, и по ситуации земельного участка. Это очень сложная конфигурация земельного участка. При этом ставят задачу втиснуть в эти пределы максимум возможного. Но это напоминает мультик, когда из одной шкуры шьет несколько, там, 10 шапок, да? Можем шить 10 шапок, ничего страшного. Но это будут никому не нужны шапки. Выход из положения, наверное, администрация все осмыслила, как это можно организовать. Но, на мой взгляд, без принципиальных проработок, эскизных, и быть 100% уверенности в стане правильной комитации вообще не надо было начинать. Иными словами, проект предстоит доработать. Еще одна важная тема совета реконструкции и строительства пристроек к зданию Чебоксарского музыкального училища. Осенью 2013 года Минкультура Чуваши объявила аукцион на разработку проекта. В пристрое планируют разместить национальную школу-интернат для одаренных детей имени Лебедева. Однако и этот проект возвращен на доработку. Ольга Пырочкин, Александр Петров, Республика.